Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Значимым событием отмечен уходящий 2022 год для учителя высшей категории, преподавателя французского языка средней школы номер 22 города Ульяновска Марины Анатольевны Коршуновой. Действительно, этот год особенный для меня, потому что с 16 августа 2022 года мне исполнилось 40 лет педагогической деятельности. То есть в 1982 году я закончила Государственный Ульяновский педагогический институт имени Ильи Николаевича Ульянова. Потрясающе. Да, 40 лет сама в шоке, что я столько отработала. Мне иногда даже мои родственники говорят, как можно 40 лет работать в школе? Это же так сложно. Это нервы, это эмоции и так далее. Ну, не знаю. Для меня 40 лет полетели как 4 дня. Вот знаете, вот как будто хоп и нет. Как будто вчера пришли в школу. Ну, я закончила факультет иностранных языков. Мне очень нравились в школе. Я прям обожала иностранный язык. Тогда в советской школе иностранный язык был на уровне труда, физкультуры. То есть один час в неделю. Дети больно не интересовались им. И я одна была в нашем классе, которая любила иностранный язык. Отношение было к иностранному языку такое. Все равно он вам не пригодится. Да, 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 да. Вот именно такое. И все очень удивились, что я собралась на факультет иностранных языков. Я говорю, ну, нравится мне. Вот я хочу. Причем это был английский. Вы учили в школе английский? Да. Я пошла поступать на английский совершенно. По тем временам не было слова репетиторства. Я просто взяла и сама приехала из Метрограда и стала поступать такая вся. Но мне немножечко не хватило. Сколько-то там потеряно баллов или что там было. И мне предложили на факультет французского языка. Я так немножко подрастроилась. Думала, что-то как-то французский. Вот хотела английский. У меня тут стали уговорить. Да вы что? Потом вас и не оторвать от французского. И они были правы. Ну, я думала, в следующем году пересдам и пойду на английский. Но мне настолько понравился французский язык. Вот эта красота, мелодия, французские песни, стихи, французские поэты, артисты. И что я решила, что я буду учитель французского языка. И таким образом я закончила именно факультет с французским языком. Но второй язык у меня был немецкий. Я тоже его преподавала. Я вообще увлекалась литературой, историей, обществом, иностранным языком. То есть вот это вот все. И даже я тогда не думала о педагогической деятельности. Я вообще не представляла себя в школе. Я думала, так трудно, так сложно. Как можно быть педагогом? Ты же так ответственен за детей. Так что я себя не видела как педагог. Я себя видела переводчиком. Переводчиком, да. Именно переводчиком. Но потом, когда я уже стала изучать, мы пошли на практику. Мы ездили работать в деревне, в Ульяновской области. Немножечко так нас туда вводили. Мы с концертами ездили в деревню наше ближайшее. И я уже прониклась, в общем-то, к этой профессии. Но, тем не менее, я все равно себя не видела еще. Вы поступали на факультет английского языка, перевелись на французский. Но эти французского до института не знали вообще. Как же вы учились? Получается, вам пришлось все начинать с АЗОВ? Да. Было две группы продолжающие. Ну, там в основном были дети из Ульяновска, естественно. И начинающие. Я попала в группу для начинающих. Я с АЗОВ все абсолютно начала, со звуков и так далее. Меня это увлекло. Произношение, вот эта вот фонетика, вот эта грамматика. Я что-то так мне понравилось. И я с таким вдохновением стала учить французский язык. И вот до сих пор не жалею, что тогда меня уговорили именно на французский язык. А потом у нас преподаватели были. Ну, просто шикарные преподаватели вот тогда на факультете. Их имена гремят до сих пор, их помнят. Назвать только, например, Богодиста Валентина Ивановича, это вообще известный человек в городе Ульяновске, на факультете, естественно, сейчас в университете и так далее. То есть было настолько интересно, увлекательно учиться именно на отделении французского языка, что я думаю, ну а почему бы нет, почему не французский? Так что я осталась верна французскому языку и до сих пор ему верна. Прошли пять лет учебы в институте. Дальше было распределение? Было распределение. Распределяли у нас, естественно, как в те времена, я сейчас не знаю, именно в села. И я попала в Кузоватский район, там было много школ с французским языком, и меня распределили в Смышляевскую школу Кузоватского района. А мою подругу распределили в Кузоватовский район села Киват. А Киват был намного дальше, Смышляевка намного ближе к Ульяновску. И она стала рыдать, моя подруга, и говорит, слушай, ну давай поменяемся. У меня жених в Ульяновске, у тебя все равно нету. Давай ты поедешь туда далеко, а я поеду в Смышляевку, здесь близко. Ну, меня уговорить быстро можно, конечно. И я поехала Киват. Киват. И самое интересное, я там вышла замуж, его мама работала в нашей школе, учителем русской литературы, и вот мы познакомились. Я отработала год, вышла замуж, родила ребенка, а моя подруга потом проработала 8 лет в этой Смышляевке, и замуж она не вышла за этого парня. Мы потом с ней встречались, смеялись, говорят, вот я тебя уговорила, лучше бы я туда поехала, может я там замуж вышла. Может быть, она познакомилась с этим молодым человеком. Да, 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 вот такая интересная была история, я всем ее рассказываю, родственникам, они говорят, ну надо же, как судьба тебе, то есть я должна в Смышляевке, по идее, и меня все, в Смышляевке, и все. А тут, хоп, и там я появился в этой Киватской школе, которая мне дала очень много даже этот год, совершенно, вот представьте себе, девочка из города, у меня вообще родственников в селе не было. И вы никогда в селе не жили? Нет. Димитровград, потом Ульяновск? Нет, я родилась в Сибири, на Байкале, в Иркутске, и у меня все родственники жили только в Сибири, а потом у меня уже родители распределили на ДААС, завод ДААС, они туда переехали, и вот мы оказались в Димитровграде. А потом моего отца перевели уже сюда, в Ульяновск, и мы жили уже в Ульяновск. Так что у меня в деревне никого не было, ну я, конечно, ездила в деревне, ну вот я говорю, живут в институте, допустим, а вот так, чтобы жить, чтобы работать. Ой, ну конечно, для меня это был такой шок, а по тем временам, это сейчас деревни такие, свет есть и дороги, все, а тогда, боже мой, ну понятно, что дождь прошел грязно там, так далее. Но дети деревенские, они простые, такие открытые, и они западают в душу, они, знаете, откровенно вам все скажут, и все расскажут, и покажут, и так далее. То есть вот, конечно же, вот этот первый опыт повлиял на мое решение все-таки остаться в этой профессии. И после деревенской школы я пришла в эту школу, и до сих пор тут работаю. В эту школу номер 22 в городе Ульяновске? Да-да, в 84-м я пришла, и вот до сих пор я в этой школе, я ей верна, до сих пор. Здесь немецкий вела еще, у нас было три языка, у нас же специализированная школа с языками иностранными. Когда-то было три языка, французский, английский, немецкий. Когда я пришла, я вела здесь и французский, и немецкий. Ну, потом как-то вот так немецкий у нас потихонечку ушел, и осталось два языка. То есть я учу, допустим, детей французский как первый и французский как второй, то есть у англичан. И мне очень интересно с детьми, они действительно, особенно малыши, они вот так вот прям тянутся, им все нравится. Для них это вот что-то такой, праздник какой-то, да. Но мы стараемся сделать урок праздника, чтобы, ну, понятно, математика, это математика, это все серьезное, все русские, это надо там писать, все такое. А вот все-таки иностранные, мы, учителя иностранных, пытаемся сделать все-таки праздник для детей, чтобы это им был интерес, чтобы их тянуло и так далее. А с какого класса сейчас изучают иностранные языки? Со второго класса. Вообще все изучают, у нас есть общеобразовательные классы, есть специализированные, но все начинают со второго класса. Просто два языка изучают дети специализированные, но у нас первый язык у них начинается со второго класса, а второй с седьмого класса. Вот эти специализированные классы, углубленные языком, вот они с седьмого класса. Изучают все у нас второй, третий, четвертый, так далее, так далее. Вот представьте, я вот веду, допустим, второй класс, третий класс, два пятых, восьмые, в том году я выпустила одиннадцатый класс, седьмой класс, в общем, разновозность такие дети. Ну, интересно, вот, каждый по-своему, каждый раскрывается, какая-то индивидуальность у каждого есть, у каждого ребенка есть что-то такое, знаете, где можно даже у него поучиться даже, представляете? Даже так? Может, бюро или там, может, где-то я, наверное, вот так старела бы, старела бы, такая старушечка, а дети в школе не дают стареть, понимаете? Я всегда должна себя держать в форме, я всегда должна, знаете, как артистка выходит на сцену, и вот она вот, она забывает свои печали, свои горе там, что там у тебя болит и так далее. Вот ты выходишь, дети не должны видеть, что у тебя настроение там похоже, например. Ты благодаря детям как-то держусь я в форме. Дети легко постигают науку иностранного языка? Вы знаете, действительно, вот правильно, когда-то ученые все-таки посчитали или сделали какие-то там выводы, что все-таки чем раньше ты начинаешь изучать иностранный язык, тем легче. И даже потом второй будет очень легко. Конечно, дети разные, но в основном, вот так скажем, 70% дети могут сразу. Просто вот как-то мозг работает, они могут. Есть, конечно, вот у кого, допустим, может быть память, может быть там логика, может быть что-то, да? Ну, как говорят, не дано иностранный язык. Но были дети, которые трудом достигали очень хороших вершин. То есть у них, допустим, такого там, пускай таланта не было к языку, но все-таки труд. А если уж есть талант, да еще труд. Представляете, какие звезды. Очень многих детей мы выпустили именно с иностранным языком. Ну, далеко отходить не надо. Допустим, я могу сказать про свою очень любимую ученицу, которая выпустилась в 1922 году. Мухамеджанова Ангелина, она со второго класса сидела вот здесь, вот такие глазища, на меня смотрела. И она говорит, что я уже сразу со второго класса поняла, что я буду учителем французского языка. И она говорит, что я хочу как вы. И она действительно поступила. Вот сейчас учится на первом курсе университета на французском отделении. Вот так, это вот последняя моя звездочка, так скажем. Но были еще разные, конечно. Так что очень приятно за судьбой своих детей следить, которые, ну, конечно, не только с иностранным языком. Понятно, что они и врачи, и инженеры, и летчики, и так далее, и так далее. Много-много профессий. Дети нас радуют своими вот успехами. Вот я и хотел спросить. Все-таки за 40 лет вашей педагогической практики много-много-много детей прошло. Эти дети уже давным-давно стали взрослыми. То есть и вы следите за их биографиями, и они вас не забывают? Нет, не забывают. И поздравляют, знаете, на День Учителя поздравляют. Причем из других городов даже. А еще хочу сказать преемственность. У нас многие же в округе здесь живут, да? И представляете, мои выпускники уже водят сюда своих детей, и я их учу. И я тут говорю, значит, ребенку, а, ну я твою маму учил. Вы учили моего, представь себе. Или другому говорят, а, ну я твоего папу учила. Но они, наверное, думают, господи, сколько же ей лет, если она маму папу учила. Но для них это шо, как это так вот? Я говорю, так что смотри, я маме-то скажу, как ты учишься. Так что многих-многих детей смотришь, боже мой, так это ребенок там то это. Они еще на мурточку все похожи же. Если мама такая, или папа, я сразу вижу, что это ребенок вот именно вот этой девочки когда-то. Внешне похоже, а характерами? Характерами. Мне кажется, там немножко другое. Допустим, девочка одна была такая тихая, такая выпускница моя, такая эта. А вот дочка у нее такая шустрая такая. Думаю, я говорю, ты, наверное, папа пошла. Так что вот. Мария Анатольевна, я хочу сейчас вместе с вами вспомнить недавние времена пандемии, когда все школы вынуждены были перейти на так называемое дистанционное обучение. Ваше мнение, как профессионала, такое дистанционное обучение, оно полноценное обучение или все-таки желательно учителю и ученику общаться вот, что называется, глаза в глаза? Конечно, вот эти два года, практически два же года у нас шла пандемия, можно сказать, подкосил немножко вот наш педагогический процесс, потому что, ну вообще сам факт, что все болеют, там все кашляют и так далее, не дай бог заболеть, вот такое настроение. И, соответственно, учеба по Zoom, Skype и так далее, да, через интернет. Ну, во-первых, с малышами вообще невозможно, мне кажется, работать, они еще и толком-то и не знают, вот второй, третий класс, что они там нажмут. Да, вы представляете, для меня лично это было ужасно, я не знаю, как другие, но мне, я всегда люблю работать, да, я думаю, не одна я, чтобы видеть действительно глаза ребенка, его настроение. Хочет ли он сейчас отвечать, не хочет, то есть вот для меня было вот это ужасно, я уставала от таких уроков, то есть приходилось напрягаться именно, вот, представляете, вот, когда ты ведешь просто урок, ты там видишь, вот глазонки горят, там все, а в интернете ты не увидишь, и, как говорится, они там, кто подключился, кто не подключил, все это тяжело, конечно. И я вот считаю, что все-таки вот живое общение именно с ребенком вот так вот, глаза в глаза, это намного продуктивнее, это намного интереснее и полезнее, в принципе, такие уроки. Больше пользы все-таки именно от таких уроков, которые непосредственно в классе проходят. В классе, да, 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 именно я считаю так, я не знаю, может, мне кто-то со мной поспорит, но лично я считаю так, что, конечно, дай бог, что таких уроков, может быть, больше не было, потому что, да, бывает когда-то там, ну, допустим, там, пару-тройку дней морозов и надо перейти. Да, это я согласна, там, чтобы не пропадали уроки и так далее, я здесь даже, но когда вот такое длительное время, это мне не нравится, честно говоря, я люблю именно вот такие живые уроки. Мария Анатольевна, я сейчас хочу вспомнить о том, как вы говорили, что учили родители, а сейчас у вас учатся их дети, за 40 лет прошло, через ваш класс много детей. Скажите, вот за эти годы дети сильно изменились, сегодняшние дети сильно отличаются от тех, которые были, ну, например, лет 20-30 назад? Мне кажется, что вот сам по себе ребенок маленький, когда ты берешь, он что был 20 лет назад, что сейчас они совершенно одинаковые. Дети не изменились? Нет, я считаю, что дети маленькие, особенно дети, они вот, душа ребенка, она что 20 лет назад, что сейчас она совершенно одинаковая, она открыта для тебя, для знаний и так далее. Но со временем вот именно вот это вот изменение вообще в обществе и так далее... Окружающая среда. Да, она меняет ребенка. И одного ребенка в лучшую сторону, в позитивную, другого ребенка, наоборот, в худшую. И дети, естественно, те, которые там были, допустим, выпускники и так далее, они были другие. Но поначалу это те же дети, такие же со своим мировоззрением, своим любопытством, тяга к знаниям, тяга к дружбе и так далее, это все осталось. Но, к сожалению, потом уже вот это вот окружение действительно делает их немножечко другие, что раньше были все-таки... Меньше соблазнов было, можно так сказать? Да, можно, можно. Они более были открыты, что ли. Я даже не знаю, как это выразиться. Но все-таки разница есть. Вот именно во взрослых же, когда они идут уже больше к выпуску, уже все-таки, что те дети были, которых я выпускала... Я много классов выпускала, как класс руководитель. И что сейчас, конечно, разница есть большая. Мне так кажется. А поначалу детишки, они все ведь одинаковые. Любой год какой возьми, они все очень-очень забавные, добрые, хорошие. Получается, какая большая ответственность лежит на плечах учителя, если он получает вот таких хороших, открытых, добрых детей, и вот сохранить их положительные качества, защитить от того негатива, который вокруг, буквально со всех сторон. Это как трудно, наверное. Это очень трудно. И это надо действительно быть настоящим педагогом в душе, нести доброе, светлое, нужное для детей, чтобы они вот оставались таким, какие они к нам пришли. Те молодые люди, которые сейчас заканчивают школы, думают о том, куда ему идти, какую специальность выбрать, и они хотят стать учителями, хотят стать педагогами, какими качествами они должны обладать, что они должны в себе развивать? Да, вот сейчас, именно в современное время, быть педагогом – это очень сложно, это очень ответственно. Вообще, даже, мне кажется, раньше намного легче. Вот, ну, захотел ты педагог, пошел как бы, да, там потом раскроешься. А сейчас надо подумать, а стоит ли тебе идти в школу? Ну, во-первых, это должен быть дисциплинированный человек, целеустремленный, трудолюбивый, терпеливый. Ну, естественно, обладать знаниями хорошими, потому что дети, извините меня, сейчас пошли, они могут тебе такой вопрос задать, что ой-ой-ой, ты еще подумаешь, ага, как же на него ответить, правильно, да? Но самое главное – это любить детей. Если ты не любишь детей, и ты пришел, думаешь, что я здесь делаю, сразу уходить надо, потому что все-таки это надо любить детей, потому что дети все разные, со своими характерами, со своими требованиями, да, и индивидуальный подход к каждому ребенку – это вот очень сложно. Это надо показать, это надо иметь вот этого в душе. То есть, как говорят, ты должен родиться педагогом, наверное. Вот, мне кажется, так. Даже ты не знаешь, но у тебя все равно внутри ты, наверное, будешь педагогом. Как у вас и получилось, вы собирались стать переводчиком, но все-таки стали педагогом. Значит, внутри вы всегда были педагогом в душе. Да, я думаю, может быть, генетика немножко сыграла, потому что со стороны отца у меня бабушка была педагогом, тетка была педагогом, ну и двоюродная сестра, она, правда, педагог, но музыкальное училище. Так что, видимо, это все-таки сыграло как-то вот. Несмотря на то, что родители все-таки были специалистами технического профиля, инженерами. Да, да, они были инженерами. И даже вот представить, у меня мама вообще говорит, да, ну ты будешь политехнически поступать, конечно, все-все-все. Но я думаю, господи, какой политехнический? Где политехнический, а где я? То есть, я даже об этом и не мечтала, и не думала, и так далее. Так что, я хотела быть, конечно, переводчиком, я себя, знаете, видела, вот я поеду туда, буду вести группу, и так далее. Кстати, я даже здесь, в Ульяновске, когда вот у нашего города был знаменит родина Владимировича Ленина, я действительно поработала переводчиком, вела группы, французские, немецкие, рассказывая о нашем городе. Даже у меня такое, все-таки это получилось. Но, тем не менее, вот это, видимо, все равно перевесило, что надо быть педагогом, надо быть учителем. И вот я стала им уже 40 лет, работала вот учителем. Спасибо вам большое за уделенное время. Я хочу пожелать вам успехов в вашей работе, хороших, благодарных учеников и всего-всего самого доброго. Спасибо. Я надеюсь, что я все-таки еще поработаю. Может быть, я принесу какую-то пользу в школе, несмотря на то, что уже 40 лет, казалось бы, надо уже уходить. Ну, во-первых, начнем с того, что я бы никогда не сказал, что вы 40 лет проработали в школе, потому что не воспринимаетесь вы на такой возраст. Да, спасибо большое. Я говорю, опять же, спасибо детям, которые нас заряжают энергией, желанием работать и так далее. Так что это в силу нашей профессии, видимо. Вы слушаете радио России Ульяновск. У микрофона журналист Евгений Слюняев Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Российские и советские барды Авторская песня Бардовская песня Или поэтическая песня Песенный жанр, возникший в середине 20 века в разных странах Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя Как правило, гитарное сопровождение — приоритет значимости текста перед музыкой Поначалу основу жанра составляли студенческие и туристские песни Отличавшиеся от официальных, распространявшихся по государственным телеканалам Доминирующей личностной интонацией, а также живым и неформальным подходом к теме Отдельные произведения жанра появились еще в 1930-х годах Сочиненные Павлом Коганом и Георгием Лепским романтические песни Самой известной из которых стала «Бригантина», а также ранние песни Михаила Анчарова «Бригантина» Надолела, говорите, спорить и любить усталые глаза В Флибу-Сьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса В Флибу-Сьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса Капитан, обветренный, как скалы Вышел в море, не дождавшись дня На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина Пьем за яростных За непокорных За презревший трошевый уют Пьется по ветру Веселый ротшер Люди флинта Песенку поют Пьется по ветру Веселый ротшер Люди флинта Песенку поют И в беде И в радости В крови Только чуточку Прищуй глаза В флибу-Сьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса В флибу-Сьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса В довоенной Москве Были популярны песни Геолога Николая Власова Положившего начало Туристической песни Это были такие песни Как Студенческая прощальная Многие, наверное, помнят Ее первую строчку Ты уедешь к северным оленям В Дальний Туркестан Уеду я И другие песни Особая судьба Сложилась у песен Евгения Аграновича Который начал их сочинять С 1938 года В начале 1950-х годов Мощный пласт Авторских песен Появился в студенческой среде На биологическом факультете МГУ Известнейшими авторами Этой плеяды Стали Ген Шангин-Березовский И Дмитрий Сухарев И в Педагогическом институте Имени Ленина Здесь я назову Такие известные имена Как Юрий Висбор Юлий Ким Ада Якушева Вечер Вечер бродит Вслед за песни Позовут ребята Вяческая Ада Якушевская екзажа В неизвестные еще края И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой Мечта моя И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой Мечта моя Вижу целый мир в глазах тревожен В этот час на берегу крутой Не смотри ты, так неосторожно Я могу подумать что-нибудь не то Не смотри ты, так неосторожно Я могу подумать что-нибудь не то Широкую популярность приобрела авторская песня В середине 1950-х годов с появлением магнитофона В это время начали систематически сочинять песни Юрий Висбор, Булат Акуджава, Александр Дулов, Навелла Матвеева Авторская песня стала одной из форм самовыражения Так называемых шестидесятников В это время одним из лидеров становится Булат Акуджава А главной сферой реализации романтического начала Была песня странствий С центральными для нее образами Дружбы, друга и дороги Как линии жизни Пути в неизведанное и пути к самопознанию Наверно, я самую лучшую На этой земной стороне Хожу я и песенку слушаю Она шевельнулась во мне Она еще очень не спетая Она зелена, как трава Но чудится музыка светлая И строго ложатся слова Сквозь время, что мною не пройдено Сквозь смех наш короткий и плач Я слышу, выводит мелодию Какой-то грядущий трубач Легко, необычно и весело Кружит с крещением дорог Та самая главная песенка Которую спеть я не смог Та самая главная песенка Которую спеть я не смог Публично эти песни исполнялись крайне редко И опять-таки почти исключительно в своем кругу В самодеятельных студенческих обозрениях Капустниках творческой интеллигенции И тому подобным А также на туристических слетах Которые постепенно превратились В фестивали авторской песни Важное место в творчестве многих бардов Занимала тема Великой Отечественной войны При этом, в отличие от героического пафоса Песен официальной культуры В авторской песне на первое место Выходил так называемый Человеческий аспект войны Причиненные ею страдания Ее античеловечность Могу вам напомнить такие песни, как «До свидания, мальчики» Булата Акуджавы «Баллада о вечном огне» Александра Галича «Так случилось, мужчины ушли» Владимира Высоцкого и многие другие песни Так случилось, мужчины ушли Побросали посевы до срока Вот их больше не видно из окон Растворили дорожной пыли Вытекают из колоса зерна Эти слезы нежатых полей И холодные ветры проворно Потекли из щелей Мы вас ждем Торопите коней Добрый час, добрый час, добрый час Пусть побудные ветры Не бьют, а ласкают вам спины А потом возвращайтесь скорей И вы плачут по вам И без ваших улыбок Бледнеют и сохнут рябины Интересно, что отношение государства к авторам Было довольно противоречивым Так, союз писателей Занимал позицию предельно неприязненную Что это, дескать, за поющие поэты нашлись? В то же время Союз композиторов Многое делал для авторов самодеятельной песни Песни Сергея Никитина Виктора Берковского Александра Городницкого Александра Дулова И многих других авторов Регулярно включались в нотно-текстовые сборники Массовой песни Выпускаемых Союзом композиторов СССР Один и тот же сон Мне повторяться стал Мне снится, будто я От поезда отстал Один в пути зимой На станцию ушел А скорый поезд мой Пошел, пошел, пошел И я хочу за ним бежать И не могу И чувство сквозь сон Что все-таки бегу И в замкнутом кругу Сплетающихся трасс Вращение земли Перемещает нас Вращение земли Вращение полей Вращение вдали Берез и тополей Столбов и проводов Разъездов и мостов Попутных поездов И встречных поездов Но в том еще беда И видно неспроста Что не годятся мне Другие поезда Мне нужен только тот Что мною был обжит Там мой настольный свет От скорости дрожит Там любят лечь Так лечь Рубят так с плеча Там речь гудит Как печь Красная и горяча Мне нужен только он Азарт его и был Я знаю тот вагон Я номер не забыл Он снегом занесен Он в угле и в дыму И я приговорен Пожизненно к нему Мне нужен этот снег Мне сладок этот дым Встающий высоко Над всем пережитым И я хочу за ним Бежать и не могу И все-таки сквозь сон Мучительно бегу И в замкнутом кругу Сплетающихся трасс Вращение земли Перемещает нас С начала 1990-х годов Росло число поющих поэтов И их исполнительское мастерство Количество их профессиональных Организаций Концертов Фестивалей Продаваемых кассет И дисков Оформилась даже Своеобразная классика Авторской песни Выходят популярные альбомы Песни нашего века Появляются посвященные Авторской песне Передачи на радио И телевидение Например Концерты авторской песни И интервью с авторами-исполнителями Периодически транслируют Телеканал «Культура» А сегодня я предлагаю вам Послушать песню Слова из которой Мы взяли в название Нашей рубрики Как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Автор и исполнитель Олег Митяев Вечернюю программу Для вас подготовил И провел Журналист Евгений Слюняев Изгиб гитары Желтый Ты обнимешь Нежно Струна Осколком эха Пронзит Тугую высь Качнется Купол неба Большой И звездно-снежный Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Качнется Купол неба Большой И звездно-снежный Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Как отблеск От заката Костер Меж сосен Пляшет Ты что грустишь Бродяга А ну-ка улыбнись И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались И все же С болью в горле Мы тех Сегодня Вспомним Чьи имена Как раны На сердце Запеклись Мечтами И песнями Мы каждый Вдох Наполним Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Мечтами И песнями Мы каждый Вдох Наполним Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Из гиль Гитары Желтой Ты обнишь Нежно Струна Осколком Эха Пронзив Тугую Выс Качнется Купол Неба Большой И звездно Снежный Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Качнется Купол Неба Большой И звездно Снежный Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok